Я считаю, что они уже какие-то потребители стали, не хотят работать. Сейчас в основном молодежь резко-то женится. Меньше читают, меньше думают. Слово «любовь» нет, по-моему, такого слова, только секс. Не, ну конечно, вот эти вот телефоны, гаджеты-то мозгом засирают. Стоп! Нам кажется, вы немного ошибаетесь. Молодежь сейчас очень зрелая и очень умная. Молодежь не так, как представляет себе то, что она сидит в смартфонах. Мы другие, и нам нужно преподавать по-другому, а не так, как это было 20 или 30 лет назад. Можем закончить медицинский, а пойти стать актером. Молодежь хочет работать, заниматься своим любимым делом и развиваться в нем. От жизни я хочу куража и веселья. Сейчас молодежи интересны больше киберспортивной тематикой, например. Нынешние подростки не хотят быть похожими ни на кого, они хотят творить свою историю. Мы такие же, как они. Мы другие. Ну, хочется что-нибудь там, видишь, Париж, что-нибудь интересного, там, я не знаю. Я, как многие 29-летние замужние женщины, безусловно, сталкиваюсь с давлением. Не обязательно всем иметь детей. Мне сейчас 24, я женился в 22. И я понимаю, что семья – это пока не первоочередная потребность, которую сегодня нужно реализовать в 21 веке для молодой девушки. Но если мне будет 30, а у меня не будет ребенка, и я подумаю, что мой ребенок тоже в 30, на моем примере, решит мне внука-то подарить в 60. Я не хочу быть дедушкой, это поздно. Мы хотим иметь детей, но для нас важно сначала понять, кто мы такие, чем мы занимаемся, какие у нас будут возможности и ресурсы, чтобы воспитывать этих детей. 19 тебе в этот момент, 38, 55 – это не имеет значения. Сейчас, мне кажется, выбирают то, что хочется делать, не то, что надо сделать. То есть воспитывала бабушка, мама, и то есть они такие – завод, предприятие, госорганизация. Трудоустройство – небольшое количество людей сейчас интересует. Интересует большую скорость и уровень заработной платы. Среди моих знакомых практически нет никого, кого бы волновала пенсия. Работал несколько лет журналистом в Казани, а потом я устроился работать в такси. И сейчас зарабатываю, в принципе, нормальные деньги в два раза больше, чем сидя в редакции целый день. Например, бабушка с дедушкой не понимают, чем я занимаюсь. Они думают, что это все быловство, что вырастет, начнет нормально работать, но я на этом зарабатываю больше, чем они в год. Почему у тебя все ли отцо в татуировках? Ну, захотел человек, ну, и сделал. Это вообще его дело. Более спокойно относимся к выбору других людей. С кем им жить, как им жить. Татарстан меня научил, наверное, такому дипломатическому подходу к людям разной национальности, принадлежности и так далее. Здесь по-другому чуть-чуть, и отношение к молодежи, оно, конечно, другое. Я вообще считаю, что если правильно вложиться в развитие образования в Казани, к нам потечет толпа молодежи. Нам хочется освободиться, хочется свободы. Вот, наверное, правды и свободы. Блин, нам нужно однозначно скейт-парк. Нам нужны обязательные выставочные пространства, например, как винзавод в Москве. Если бы вот это взрослое поколение немножко отбросило вот эту пелену стереотипов о молодежи, поговорив с каждым из нас, она бы узнала очень много нового. Мы живем уже не в той стране, в которой жили они, и учимся уже совсем по-другому. У нас горячая кровь, и нам нужно, чтобы с нами поступали честно. Казани, Казани, Казани Да, сейчас у нас совсем другие приоритеты. И то, что удивляло 20 или даже 10 лет назад, сейчас кажется таким обыденным. Не стоит нас бояться, и уж тем более относиться к нам предвзято. Давайте просто говорить друг с другом. Давайте просто быть в диалоге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова